Сегодня лидер легендарной рок-группы ЮТУ, приехавший в Россию, чтобы завтра выступить в Лужники, изменил свои планы и вместо того, чтобы знакомиться с достопримечательностями столицы, отправился в Сочи. Туда неожиданно для многих Бона пригласил Дмитрий Медведев, которого считали поклонником другой легендарной команды Deep Purple. Впрочем, на этой неформальной встрече, по свидетельству Алексея Кондулукова, говорили не только о музыке. Легендарная ирландская группа ЮТУ уже четверть века лидирует в различных хит-парадах. Однако сегодня в Бочаровом ручье Медведев и Бона говорили не только о музыке. Дело в том, что группа ЮТУ знаменита еще и своей активной общественной деятельностью. ЮТУ боролись против апартеиды и пиночета, против войны в Боснии и Северной Ирландии, сейчас против спида и голода в Африке. Так что общих тем у президента и музыканта оказалось достаточно. Но сначала пришлось прояснить музыкальные позиции. Я приехал, чтобы преодолеть разницу между фанатами Лид Зеппелин в моем лице и вами, фанатами Deep Purple. Нет, 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 мне тоже нравится Лид Зеппелин. Не волнуйтесь. Дмитрий Медведев особенно отметил тот факт, что ЮТУ занимает активную гражданскую позицию, считая такую деятельность мощным подспорьем в решении сложных проблем современности. В частности, Дмитрий Медведев похвалил инициированную музыкантами благотворительную программу Product Red, когда, покупая определенные товары, люди одновременно перечисляют деньги на борьбу со спидом. Президент пообещал найти какую-нибудь российскую компанию, которая присоединится к этому. Лидеры России и ЮТУ также сошлись в том, что надо помогать бедным странам бороться с полимелитом, против коррупции и за прозрачность международного бизнеса, добиться которой, по мнению Медведева, можно только через жесткую ответственность компаний и аудиторов. Однако в так называемой «двадцатке» на этот счет существует разногласия, посетовал президент. Музыкант пообещал поднадавить на некоторых политиков своим способом, собирая стадионы. Алексей Кондулуков, Руслан Нагоев и Дмитрий Алтухов. НТВ. Сочи.